Праздничные мероприятия, посвященные Международному дню коренных народов мира, в эти дни проходят во всех районах Чукотки. Национальная культура народов Севера передается из поколения в поколение, в том числе благодаря проведению тематических праздников, конкурсов и различных мастер-классов. В эти дни в округе запланировано более ста таких мероприятий. На Чукотке праздник коренных малочисленных народов мира будут отмечать почти две недели. В разных районах округа проходят концерты с участием артистов и национальных ансамблей, выставки изделий из кожи и меха, конкурсы и спортивные состязания. Всё это призвано сохранить и популяризировать культуру коренных малочисленных народов, их обычаи, традиции и народные художественные промыслы. Сегодня артисты Эргорона выступили с праздничным концертом в Анадре на сцене Дома народного творчества. Академический чукотский эскимонский ансамбль является одним из ярчайших хранителей культурного наследия коренных народов Чукотки. Мы в этом направлении работаем. Вообще у нас и предписано, что мы являемся носителями культуры и, соответственно, продолжателями. Мы не забываем о старейшинах, мы всегда с ними в тесном сотрудничестве, получаем от них какую-то информацию. У нас достаточно большое количество песенно-танцевальных композиций, более 350, если брать, и чукотские, и эскимонские. Только в миниатюр эскимонских насчитывается порядка 70. Это то, что у нас есть в нашем арсенале. А то, что оно есть ещё и в архивах, дополнительно ещё, как бы, может быть, не изучено, не разучено, это достаточно большой объём информации. Некоторые мероприятия, посвящённые Международному дню коренных народов мира, начались на Чукотке заблаговременно. Например, 5 августа народные гуляния прошли в сёлах Алькатваам, Хатырка, Кончалан, Ламутская и Усть-Белая Анадрского района. В Билибино состоялся праздничный концерт с национальными танцами и горловым пением, с демонстрацией национальной одежды. Тематические выставки проходят в музеях и библиотеках. В Анадре в холле окружного дома народного творчества уже работает выставка «Традиционные одежды народов Чукотки». Здесь же состоялась выставка-ярмарка «Северное сияние». А в Белевинском музее имени Глазырина состоялись показы кино с северной тематикой. В окружной столице бесплатные показы пройдут в кинотеатре «Полярный». Ко дню коренных малочисленных народов Севера в кинотеатре «Полярном» организованы показы для всех жителей города и гостей. 11 августа, 12 августа. 11 августа в 19.00 будет показан фильм «Начальник Чукотки». Фильм 1966 года с юным Кононовым актером. Второй фильм 12 августа в 14.30 «Сон в начале тумана» по однаменному роману Юрия Ретхео. Фильм 1994 года. Приятного вам просмотра. Приглашаем всех желающих совершенно бесплатно посетить данные кинофильмы. Далее 10 августа праздничные концерты пройдут в посёлке Беринговске и селе Снежное. 12 августа народные гуляния состоятся в Анадре, посёлке Угольные копии, в сёлах Амгоема, Рыркайпи, Ваеги и Чуванское. В селе Лаврентия праздник пройдёт 18 августа на берегу моря и закроет торжество 19 августа село Марково. Всего в честь Международного дня коренных народов мира в округе пройдёт более 100 мероприятий. Антон Кучин, Арсений Гусев, Вести Чукотка.